Народное славянское радио Поехали! Всем здравия! В эфире Народное славянское радио. Сегодня по одному из современных календарей 21 января 2022 года, четверг. В виртуальной студии находится ведущая сегодняшнего эфира Елена Лёвина и наш гость Ольга Семёнова, Роттердам. Здравия тебе, Ольга! Здравствуйте! Алексей Щербаков трудится за пультом и Светлана Большакова принимает ваши вопросы и реплики и, как всегда, следит за чатом. Я напоминаю нашим слушателям, что вопросы и реплики мы принимаем на ресурсах Народного славянского радио. Адрес нашего сайта slavradio.org пишется латиница без пробелов чат беседка и адрес ютуба youtube.com слэш или косая чёрточка slavradio. Дорогие друзья, вы, наверное, помните, что Ольга историк по образованию, переводчик. Она регулярно выступает у нас на радио с темами, посвящёнными славянам, жившим на территории Западной Европы, в частности, в Голландии, а также с темами об общих корнях европейских и русского языков. Последний раз Ольга была у нас на радио в октябре прошлого года и раскрыла тему славяне крайне западной Европы. Сегодня Ольга рассматривает тему с интригующим названием «Мы знаем, кем был король Артур». Вот интересно, Оля, мне казалось бы, что мы тоже знаем, кто был король Артур. Ну, из официальных источников. Вот, например, в Википедии я выписала «Король Артур по преданиям правитель королевства Лагрес, легендарный вождь бритов V-VI веков, разгромивший завоевателей саксов, самый знаменитый из кельтских героев, центральный герой британского эпоса и многочисленных рыцарских романов. Но, дорогие друзья, не все так просто, потому что, если такой вопрос рассматривает такой специалист, как Ольга Семенова, «Роттердам», то мы обязательно узнаем что-то новое и, возможно, сенсационное или, во всяком случае, точно не совпадающее с официальной версией. Расследование, подтвержденное новыми свидетельствами, найденными в последнее время и историческими хрониками, переведенными на русский язык. Оля, мы с нетерпением ждем твоего рассказа. Пожалуйста, тебе слово. Лена, спасибо большое за добрые слова. Здравствуйте, друзья, еще раз. Ты, да, привела интересную выдержку из Википедии. Такой набор слов ни о чем. На самом деле, действительно, все намного глубже и интереснее и загадочнее. И ты права, нас сегодня ждет целых три сенсации, и одна сенсация тянет за собой другую. И чтобы узнать, кем были предки короля Артура, нам придется поговорить еще о двух, не побоюсь этого слова, научных открытиях, сделанных совершенно недавно. И именно благодаря, вот как ты тоже сказала, только что появившимся новым историческим источникам возможностям их читать. Например, этих возможностей не было у наших отечественных советских историков, ну а также возможностью делать переводы с этих источников, потому что, если, допустим, какие-то хроники английские в связи с тем, что язык популярный были более или менее известны среди наших историографов, то, например, те же хроники из голландского языка, старого голландского, нижнесаксонского совершенно не были знакомы, и, соответственно, мы не могли ими пользоваться, потому что их никто не мог переводить. И вот когда я занялась переводами именно вот этих исторических трудов, хроник, то есть мне открылось не просто там форточка в Европу, даже не окно, а распахнулся балкон. Настолько потрясающая информация находится в этих источниках, в этих хрониках. я довольно много об этом уже говорила и на славянском радио, в статьях. И вот сегодня именно на основании предоставленной, имеющей, значит, возможность быть вычитанной литературы, мы поговорим с вами о том, кем же были предки короля Артура. Лена. Так, Оля, и интересно, какое же историческое открытие будет первым? Да, ну вот начнем мы издалека и поговорим в самом начале о Скифе. Вот первая сенсация, первое историческое открытие, которое было сделано благодаря переводу вот этих хроник старой, старинной исторической литературы, заключается в том, что Скифия, как выясняется, находилась не только и не столько на берегах Черного моря в Северном Причерноморье, о чем знает каждый слушатель со школьной скамьи, она находилась также и на берегу Северного моря, на берегу Атлантического океана. Ну, я эту Скифию называла Североморской Скифией в противопоставлении Черноморской Скифии. Вот, давайте поговорим об этом подробнее. Сейчас, чтобы все кусочки скифской мозаики легли аккуратно по месту, я приведу доказательства того, что земли на побережье Западного океана тоже когда-то назывались Скифией. Вот, приблизительно так она могла выглядеть. Вот, именно это открытие стало, в общем-то, основополагающим в идентификации предков английского короля Артура. И начнем мы с русского историка, переводчика середины XVII века Андрея Ивановича Лызлова, который в своем труде скифская история не только описывает масштабы, охватываемые скифами территории, а это ни много, ни мало от Китая Индии вдоль Каспийского Азовского морей до океана Ледовитого. Он делит всю эту скифию на четыре части. О первых трех частях мы здесь говорить сейчас не будем, для нас важна четвертая часть. То есть четвертая скифия, цитата, четвертая содержит страны мало нам ведомые Яку, Белгиан, Аргон, Арсатор, Аня. То есть он располагает четвертую скифию на берегах Атлантического океана в Европе. Это Бельгия и Арсатор, со слов Лызлова, Яку Арсатор, страна, область есть Белгиан, Аргон, а также Аня. Ну, по всей видимости, все мои поиски привели к тому, что это земля во Франции. В любом случае, это земля Европы. Получается, что скифия нам, русам, уже мало ведомая, в 17 веке была еще на слуху. То есть Лызлов о ней знал и пытался это отразить в своей работе история скифии. А Руси где-то на берегах Западного моря еще задним умом помнили в 17 веке в русской историографии. Но скептический слушатель может сказать, ну, может быть, Лызлов что-то не так понял, ошибся по поводу скифии, какая скифия на берегах Бельгии, бред какой-то. Но нет пророка в своем отечестве, поэтому перейдем к пророку не нашему, греческому. Деодор Сицилийский, живший очень давно, до нашей эры, первый век до нашей эры. Вот, кстати, он тоже упоминает в своем труде скифию и не на Черном море, а над Галией. Вот, может быть, кто-то из слушателей не знает, где располагалась Галия. к этой картинке я еще вернусь. Обычно, когда мы говорим о Галии, мы говорим о территории Франции. Но Галии также подразумевается и территории Южной, как минимум, Бельгии, то есть в любом случае это земли где-то до Шелды, до Рейна и до речки Мас, вот северная граница. То есть Диодор Сицилийский над Галией может быть только, если вы немножко знаете карту, может быть только Голландия или северная часть Бельгии. Вот я вернулась к карте, и туда, вот к этой, указывающей внизу у нас получается Галия, Бельгия, Голландия. Цитата из Диодора Сицилийского. Впрочем, относительно Олова ограничимся сказанным и перейдем теперь к Янтарю. Напротив берегов Скифии, которая расположена над Галией, в открытом океане лежит остров по названию Базилия или Царский. Прилив выносит на этот остров в изобилии Янтарь, который нигде больше в мире не встречается. Вот здесь вот крестиком я изобразила, пометила остров, которым до сих пор выносится Янтарь. На Балтике, в открытом океане, никаких островов лежать не может. Балтика – это закрытое море. В открытом море есть только датский полуостров. А вот над Галией, что есть Франция, Бельгия, у берегов в современной Голландии, в открытом море действительно лежит остров, который называется ныне Амеланд. Вот капелькой он помечен, этот остров. Раньше, как говорит Деодор Сицилийский, на этом острове очень много добывали янтаря. Его находят здесь и сейчас, и не только мелкой крошкой. Гуляя по берегу острова, можно довольно часто найти крупные, большие куски янтаря. Вот вам один из примеров. Этот кусок в 5,5 килограмм был найден в 1990 году, и он хранится в Музее природы на острове Амеланд. Ну, вот для сравнения вам копеечка в 1 евро. Вот этот кусок в 880 грамм, тоже немаленький такой кирпичик, был найден в 2012 году. Он сейчас находится в частной коллекции. То есть до сих пор на этот остров выносится янтарь и достаточно крупных размеров. Получается, что Деодор Сицилийский, повторюсь, называл Скифи территорией современных Нидерландов. Цитата. Янтарь собирают на выше упомянутом острове. Местные жители доставляют его на лежащий напротив материк, который он назвал Скифи, и уже оттуда попадает в наши края, добавляет Деодор Сицилийский. Но здесь хочется съязвить, как-то не вяжется это со скоминой о скифах кочевниках, таких перекати-поль, заказывающих у вездесущих греков предметы роскоши, которые даже неизвестны были грекам. То есть явно исторические несостыковки. Давайте теперь перейдем к британским старинным историкам. То есть сделаю маленькое резюме. И российский историк Алексей Лызлов, и Деодор Сицилийский совершенно разные во временных отрезках и по территории историки говорят о том, что на берегах Северного моря, скажем так, Атлантического океана существовала территория, которая называлась Скифи. Что же нам говорит Гольфрид Манмутский? Священник, один из первых британских хронистов, жил в первой половине XII века. В своей истории бритов Гольфрид Манмутский пишет следующее, цитата. В его правлении речь идет о Веспасиане, это римский император первой половины I века. В его правлении некий король пиктов по имени Родрик прибыл из Скифи с подмогой великим народом, прибыл в северную часть Британии, которая называется Албанией, и начал опустошать эту страну. То есть королю пиктов нужна была помощь, кто не знает, пикты населяли северной территории британского острова, королю пиктов нужна была помощь в отражении римского напора. Для римлян Британские острова это очень важная деталь, была опорной базой, Британские острова были опорной базой для захвата Европы. Родрик отправляется за подмогой в Скифию. Как вы думаете, в Скифию на Черном море? Ну, меня берут очень большие сомнения, судя по расстоянию, самолетов в Торим не было. Нет, конечно, в Скифию на другом берегу пролива Ламаш, он отправляется к своим родственникам, в те самые земли, где Деодор Сицилийский, которого мы говорили выше, размещает свою Скифию, что над Галией. И Скифы не оставили никого в беде, они прислали помощь вместе с Родриком Пиктом. Вот здесь я хочу обратить внимание на одну важную деталь. Если Алексей Лызлов относительно недавно открытый историк 17 века, если, например, Гаутская хроника и хроника Зеландии, которые я буду цитировать ниже, это вообще неизвестные современным отечественным историкам исторические материалы, историческая литература, то и Деодор Сицилийский, и Гольфрид Манмутский были переведены на русский язык. И историки могли знать и читать о том, что оба автора размещают Скифию на берегах Атлантического океана. Если я работала с книгой Гольфрида Манмутского на английском языке, в какой-то момент я подумала, может быть, в русском переводе как-то Скифию подменили, у нас бывает такое, начинается мудрёж. Нет, вот книга, переведённая, изданная в 1984 году, здесь тоже чётко, чёрному по белому написано, что Родерик ходил в Скифию. Так написано, Скифия и никакой другой, никакая другая страна в территории. То есть, эта информация была как бы известна, но почему ей никто не воспользовался, или у никого не прозвенел звоночек, в общем-то, для меня лично остаётся секретом. Хотя, читая большое количество литературы, и когда встречается какой-то материал, говорящий о том, что славяне жили далеко на запад за пределами реки Эльбы, то начинаются там фантазии, пытается попытка притянуть за уши информацию, и как бы всё время пытаются этих западных, крайне западных славян ассоциировать или с арбадритами, или на крайний случай с маравами. Но вот у историков вообще никакого не было представления и знаний, а может быть и желания не было поискать славян вот туда дальше на запад к берегам Атлантического Акеата. Так, давайте вернёмся к Гольфриду Манмутскому и ещё цитата из его книги «Кроники». Спустя столетия после Родрика ситуация повторяется, но уже с другим героем Фуллони собирает вокруг себя антиримское сопротивление. В это время сенатор Северус это уже у нас начало третьего века отправленный в Британию устраивает там резню, жестокую резню. Римляне вообще никого не щадили, такой народец мамы не горюй. Так вот Фуллони в жестоких сватках противостоит римским оккупантам, но его сил явно не хватает. Гольфрид пишет далее следующее цитата «Фуллони не был в силах сопротивляться, он совершает поездку в Скифию, чтобы просить помощи пиктов в его восстановлении». Фуллони как и его предшественник получил тоже помощь Скифии и скоро он вернулся с большим флотом в море и осадил Йорок. Я по-моему уже об этом говорила. Он вернулся с флотом не на лошадях, не на повозках, не на самолете. Он отправился в Скифию в морскую державу и эта Скифия учитывая время которое затратил Фуллони на поездку могла лежать только на берегу Атлантического океана, но ни на как, ни на Черном море, даже не на Балтийском море, при всем уважении к нашим историкам, которые пытаются постоянно славян западных засунуть в Балтийском море. Совершенно понятно, что за поддержкой, за помощью оба пицких героя и Родрик, и Фуллони ездили не к понтийским Скифам, а к соседям на материк, на противоположном берегу пролива Ламаш. Но и это еще не все. Другой, более ранний британский историк восьмого века, ныне автор истории бритов, пишет вот такую фразу. Значит, чуть-чуть отвлекусь, прежде чем сделать цитату. Здесь речь пойдет о двух саксах, вождях, согласно ныне, Хенгист и Хорса. Согласно ныне, это саксонские короли, вожди, прибывшие в Британию. А теперь непосредственно сама цитата. Вортигерн это британский вождь. Подчеркну, британский. Британцы это не то же самое, что саксы, пикты, шотландцы. Британцы были римскими лизоблюдами. Это так очень условно. Но это важно для понимания исторических процессов. Вортигерн британский вождь согласился с этим предложением, с предложением сакских предводителей Хенгиста и Хорса вызвать дополнительное количество воинов. И посланцы были отправлены в Скифию, где, набрав несколько воинственных войск, они вернулись с 16 судами, взяв с собой прекрасную дочь Хенгиста. Зачем саксонцам отправлять посланцев за подмогой в далекую азиатскую Скифию? Ответ очевиден. Они не отправляли никого в 30-е государство, на Кудыкину гору. Они обратились за помощью к своим родичам, к соседям, голландским Скифам. О князях Хенгисте и Хорсе очень подробно ниже. Это ключевые фигуры в нашем расследовании, которые сыграли колоссальную роль в судьбе короля Артура. Но кем же они были на самом деле саксами или не саксами, мы узнаем чуть позже. Маленькая трига. Итак, я полагаю, я привела достаточно исторических свидетельств того, что очень далеко от Черного моря, далеко на запад лежала еще одна Скифия, крайне западная Скифия, уже мало нам ведомая, и я ее назвала Североморской Скифией. Вот это, что касается первого открытия, сделанного в историографической науки. Скифия была не только на севере Черного моря. Скифия располагалась и на берегах Северного моря. Лена? Да, Оля, ты в прошлый раз об этом говорила, и в этот раз ты подтвердила это же изречение, приведя очень, как сказать, достоверные доказательства. Оля, то есть ты подводишь нас сейчас к мысли о том, что король Артур был скифом, не так ли? Да, правильно, Лен, ты меня поняла правильно, я именно к этой мысли подвожу слушателей и повторила, в общем-то, информацию, которая же звучала в одном из эфиров, потому что без нее очень трудно связать ниточки и перебросить мостики от одной темы к другой и в конце концов выйти на наших предков, на предков короля Артура. То есть это было очень важно, поэтому я этот момент повторила. Оля, ну, вот мы с тобой как бы перекинулись парой слов до эфира, да, и вот скажи, пожалуйста, а какое отношение тогда к Артуру имеют фризы, народ, проживающий на севере Голландии? Да, с фризами вообще очень интересная история получилась. Современные фризы, как ни странно, не считают себя голландцами, у них даже несколько иной язык, но вот в исторической перспективе голландцы или те люди, которые жили две тысячи лет, будет так правильно сказать, на голландских современных землях, были прямыми, но родственниками фризов. И фризов во всех исторических источниках называют нижними саксами, поэтому фризы имеют самое прямое отношение к теме нашего сегодняшнего разговора. И вот второе, скажем так, историческое открытие, которое мы сегодня озвучим, заключается в том, что нижние саксы, что есть фризы, есть славяно-скифы. Я вам показывала карту перед этим раньше, показывая, что скифия тянулась практически от полуострова Робобретонь до северных границ Ютландского полуострова. И фризы, или фрицкие земли, также входили в понятие североморская скифия. Еще, я очень много говорила о том, что в Голландии, Голландию населяли славяне, поэтому эту тему как бы я беру просто за аксиому и в ожидании, в надежде, что слушатель более-менее знаком с этой темой сталкивался уже. Если нет, на сайте славянского радио, на сайте Тартарь есть статьи, которые полно, открыто со всеми источниками поднимают, раскрывают эту тему. То есть, кто не знаком, для кого это еще как бы неожиданность, пожалуйста, приглашаю, почитайте. Так вот, эти скифы крайне западной Европы, как я уже только что сказала, считали себя славянами. Об этом я уже много писала, говорила, повторяться не буду, перейду сразу к источникам. Есть такая замечательная гаутская хроника, это вообще бомба, а не хроника в моем понимании. К сожалению, автор этой хроники остался неизвестным. Самая старая сохранившаяся рукопись относится к 1440 году. Так вот, автор гаутской хроники пишет следующее. Объединились вместе славяне, теперь это голландцы, нижние саксы, теперь это фризы, и вилты, теперь известные как основатели Утрихта. Утрихт до IX века назывался Вилтенбюрг, то есть город Вилта. На экране сейчас та же самая цитата, только из другой книги другого автора, подтверждающая мои слова. Все подчеркнуто. То есть автор гаутской хроники говорит нам о союзе трех племен фризов, вилтов и славян. Причем первые славяне, что есть голландцы, а последние вилты тоже есть славяне. И вот вам доказательство. Цитата из той же гаутской хроники звучит так. Этот народ, эти славяне, питались дарами моря и леса и получили очень много детей. Я делаю дословный перевод без причесывания, потому что это очень важно для исследовательской работы. Это звучит немножко коряво. И получили очень много детей, так что они стали жить отдельно, расселились. И из них большая часть расселилась через МАЗ, что сейчас в Южной Голландии зовется. То есть они пошли славяне на юг через МАЗ. Другие отправились в Зеландию, что была большим необжитым островом. Те другие, что в Южной Голландии жили, звались Вилтами. То есть те славяне, которые перешли МАЗ, стали зваться Вилтами. Вот это та же самая цитата, только из хроники Корнелиуса Аврелиуса, адаптированной и написанной столетиям позже. Есть еще один замечательный автор Матеус Мальганга, написавший хронику Зеландии в 1696 году вышла его книга, и я сейчас процитирую фразу, она буквально из трех слов состоит, но она, по-моему, просто шедевраль. Вот послушайте, он утверждает, что часть саксов были Вилтами и склавами. Вот я специально сделала скан, галочка отмечена в начале главы. Эйн дэл дэр сасен варен дэ вилтэн энд дэ склавен. Четко и ясно. То есть, часть саксов, что есть нижние саксы, что есть фризы, были склавами славянами. Получается, что все три племени, именовавшиеся по-разному, имели общих предков. Есть еще два замечательных хрониста уже фрисского происхождения. Эгерик Бенинга это середина, простите, начало, да, где-то середина начала XVI века Эгерик Бенинга и Петрус Суфриди Левардийский. Он писал, жил где-то на 50 лет позже. Вот это тот самый Петрус Суфрид Левардийский, на которого ссылается в своей работе славянское царство Мавро Арбини и описывает славян Голландии. Так вот, и Эгерик Бенинга и Петр Суфрид в два голоса утверждали, что славяне с Туманного Альбиона приставали к берегам Фрисландии и были одними из насельников этих земель. Если коротко хроники говорят, что прежде чем пристать к берегам Масса и основать город Слаффенберг, беженцы с Туманного Альбиона возможно перепутали устье рек и оказались несколько севернее в устье реки Лауверс, что протекает на территории Фрисландии, и первыми сначала высадились именно там, во Фрисландии, а уже потом вернулись на юг и высадились в устье реки Масс. Петр Суфрид, например, упоминает прибывших на фрийские земли с Сайл-Авян, ссылаясь на некую голландскую хронику, неизвестно какую именно, он рассказывает о том, что с острова, цитата, который до сих пор называется Альбионом, приплыли гиганты с Номене Славас, гиганты, звавшиеся славянами Славас. Вот это скрин с подчеркнутыми словами из книги Петра Суфридо Леовардии. И эти славяне из Британии были сняты Брутом в 2829 году от сотворения мира. Вот самая нижняя цифра подчеркнутая красным. Практически все старые хронисты упоминают тройственный союз славяне вилты фризы. И в этом нет ничего удивительного, ибо славянский народ из устья Маса и Рейна, отпочковавшихся от него племен вилтов, я вам зачитывала цитату выше, заселивших Зеландию, и фризов, поселившихся изначально, вероятно, в устье реки Лауэрс, что находится на севере Голландии. Фрисланцы тоже потомки, высадившихся на побережье Северного моря людей, назвавших свою честь город Слаффенбург, что находится в устье реки Мас. Фрисланцы находились в родственных отношениях со славянами Рейна. Недостаточно фактов. Вот вам две приинтереснейших цитаты из самого раннего известного фрисландского историка Игоря Гобининга. Цитата первая. Эта книга Герри Кобининга издана в 1706 году. Цитата «Фризы, славяне и вилты хотели свои сердца один к одному связать, множество сражений вместе провели, кровь друг за друга отдавали». Вот так, ни много, ни мало. И далее. «Как пишут, в 400-м году по Рождеству Христову стали фризы, славяне и вилты себе избирать капитана». Это дословно. «И достойных людей». Вероятно, речь идет о вождях. Потрясающе. Фризы, славяне и вилты не только жили в мире. Они были готовы проливать друг за друга кровь. Они избирали себе общих вождей, что говорит о безграничном доверии друг к другу. И вот так доверять и отдавать своей жизни можно только за родных людей, за братьев. И вот здесь вспоминается русский историк Александр Гельфердинг. Это первый из отечественных историков, который упомянул о существовании славян на территории Голландии. В связи с тем, что как бы изначально его предки были немцами, он владел немецким языком и была у него возможность познакомиться с теми хрониками, которые мне в руки попали спустя многие-многие годы. Он читал их и вот такую цитату дает своей, читал ее, имеется в виду одна из хроников. Он дает вот такую информацию. Цитата. Голландские славяне обитают там с самых древних времен и хоть воинственны, но живут в ладу с окружающими фризами и саксами. Эти три народа избираются общих вождей, славянский город Вилтенбюрг является у них как бы славицей. Такой близкий союз подразумевал естественно сходство во взглядах на мироустройство, одинаковые религиозные обычаи, ну я думаю логично, единый язык для коммуникации, иначе бы они просто не могли с друг другом общаться. Я вывела на экран такой скрин, это несколько голландских предприятий, которые носят имя своего хозяина, то есть названы по фамилии. И если вы видите, что они называются Слаффенбюрг, то есть фамилия Слаффенбюрг достаточно распространена в Голландии, и было бы нелепо думать, что люди просто с неба стащили это название и взяли себе подобную фамилию. Слаффенбюрг очень распространенная, особенно в центральной Голландии фамилия, так же, как и фамилия Вилтенбюрг, тоже вот несколько предприятий. Мне мой один соратник буквально недавно присылает фотографию, ездил где-то по Голландии, говорит, вот, смотри, гараж называется Слаффенбюрг, для него это был шок. Причем очень интересная деталь, голландцы до буквально первого десятилетия XIX века фамилии не знали. Фамилии у них появились только когда территорию Голландии завоевал Наполеон, и чтобы всех поставить под учет, отдал указ, что каждый житель должен иметь свою фамилию, чтобы их можно было пересчитать и проконтролировать. и люди стали брать сами себе фамилии. О голландских фамилиях можно отдельно сделать передачу и смех, и грех, и уважение, и множество других эпитетов, но мне кажется удивительно то, что в XIX веке люди еще помнили о своих корнях, брали себе фамилии своих предков Вилтенбюрг, Слаффенбюрг, Маринос, эти фамилии достаточно популярны и присутствуют и до сих пор на территории этих земель. Вот еще, чтобы не быть голословной, в правительстве Гилдер названной в честь хозяина Вилтен. А вот здесь славянский Слаффенбюрг, Банк, названный в честь первого славянского города. То есть информация об этом была, существовала, но ее не просто затирают, ее просто выкорчевывают. Зачем Слаффенбюрг Банк в Голландии? Это появятся вопросы. И в 83-м году при слиянии название заменили. Так, это портрет Александра Гильфердинга. Любопытно, но, оказывается, есть источники, которые констатируют, что в Британию ходили не только и не столько саксы, в принятом широком смысле этого слова, а фризы, что есть нижние саксы. Вкупе, вот не поверите, со славянами Северного моря. И, кстати, об этом говорил историк, которая приводила высший Маттеус Смоллиганга в своей хронике Диландии. Вот изображение одной из его книг. Тоже, пожалуйста, слушайтесь в эту короткую, но шедевральную фразу. Он говорит, что те, кто оказались в Британии, были из рода фризов, славян и свевов. Вот ни много, ни мало. То есть те люди, которые направились в Британию, кого называли англосаксами, согласно Маттеусу Смоллиганга, были фризами, славянами и свевами. Прежде чем перейти к следующему пункту и окончательно вывести нас на тему короля Артура, я хочу еще раз, ребят, друзья, напомнить. Ряд хронистов располагали часть Скифии, уже мало нам ведомой, на берегах Северного моря, на территории, которая в том числе принадлежит современной Голландии. Если брать шире, то это территория северной Франции, Бельгии, Голландии, Фрисландии и севера Германии вплоть до Датского полуострова. Далее, фризы являлись родственниками голландских славян, о чем я только что вам, в общем-то, и поведала, рассказала. Если у кого-то будет желание подробнее узнать о фризах, об этом народе и его прошлом, на сайте Тартария висит статья сага о фризах. Приглашаю, пожалуйста, почитайте. Учитывая все вышесказанное и все факторы, не остается совершенно никаких сомнений в том, что король Артур был скифом, но только не черноморским скифом, как пытаются привязать, но хоть как-то его происхождение очевидно, что оно было очень необычным. Он был скифом Северного моря. Совершенно видно, что традиции, установленные Артуром в Британии, никоим образом не совпадали с манерой управления, установленной на острове римскими наместниками. Артур жил и управлял землями не по римскому праву, а по закону предков, не единолично, а сообща, собирая вокруг круглого стола, как вокруг костра думу из двенадцати соратников. Славяне из западной скифии вкупе с родственными и соседскими племенами ходили в Британию и оставили свой след в истории этой страны. Только вот поздние спуторики спрятали любое и всякое упоминание о славянах на этих землях и подменили их англо-саксами. Я отлично понимаю ваши ощущения всего вышесказанного. Сформировавшиеся за последние десятилетия представления об англо-саксах рушатся в тарт-рары. Нам совершенно видится эта ситуация другой. Но это не первая и не последняя подмена подмена в истории. Например, вспомните о существовании никогда, не существовании, а никогда не существовавшем народе Батавы, которые были интродюсированы в ту же голландскую историю и сделались предками голландцев. Хотя такого народа никогда не было в принципе. Или о людях, которых римляне назвали германцами, которые себя так никогда не называли. Это вообще прилепленное имя к людям совершенно разных родовых традиций. и в частности уже никого не секрет, что римляне называли германцев и славянские племена. Кто такие германцы, надо серьезно и хорошо разбираться на новое. Артур был из рода славян и из голландской скифи. Ему не позволили оставить после себя потомков. Подлым образом через племянника убрали с исторической сцены, но разрешили ему остаться в памяти людской, только как мифический полулегендарный герой. В этой связи мне кажется, что короля Артура нужно изображать как минимум в таком образе обличий, а не вот так, как это мы видим на миниатюре из британской хроники XIII века. Это одно из самых первых изображений Артура. Потом понятно, что это уже были какие-то вымыслы и домыслы. А вот так его изобразили в британской хронике. Возвращение экскалибура назад духу Озер. В ряде старинных источников говорится, что в Британию ходили не только саксы и англы, но и данные, и фризы, и славяне. Рейнские славяне, подчеркну, и западные скифи. Вот что пишет по этому поводу гаутская хроника, сохранившаяся, повторюсь, в рукописи 1440 года и впервые напечатанная в 1478 году. То есть печатный станок только успели изобрести, а удивительную хронику стали сразу размножать. Вот это, кстати, скрин из этой хроники, именно первый печатный 1478 года. Цитата из хроники. Послушайте внимательно, она просто потрясает набором удивительных фактов. В год 441-й отправились фризы под предводительством их короля Хингиста и его брата Хорса совместно с дикими и жестокими славянами отправились морем в Англию и дальше, где они англичан из Британии изгнали и стали сами управлять страной. Они сажали там королей на трон по собственному выбору. Некоторые из них вернулись назад, но многие остались там. Вот так, друзья, немного, немало. Но автор Гаутской хроники трудно обвинить в сочинительстве. Я повторюсь, его хронику моментально печатают, размножают, как только появляется к тому возможность. То есть годом изобретения книгопечатного станка считается 1445 год. То есть проходит где-то условно 30 лет и в 1478 году выходит первопечатное издание. Также сохранилось около 50 рукописных текстов этой хроники, что говорит о ее невероятной популярности. Давайте разберем этот отрывок голландской хроники на запчасти. В нем нет ни слова о саксах, ходивших в Британию, но четко и ясно ведется речь о фризах и славянах. Ранее мы уже выяснили, что нижние саксы, что есть фризы, так же, как и другой местный народ вилты, являются одного рода племени с рейнскими славянами. Сегодня мы этот единый род называем общим словом славяне. Я вам все-таки еще раз хочу прочитать эту фразу. В 441 году отправились фризы под предводительством короля Хенгиста и брата Хорса совместно с дикими жестокими славянами. Отправились морем в Англию, где не англичан из Британии изыгнали и стали сами управлять этой страной. Они сажали там королей на трон по собственному выбору. Фризы и славяне сажали королей по собственному выбору. Некоторые из них вернулись, но некоторые там остались и стали правильно основоположниками современных британцев или редкими. Повторюсь, эти фризы вкупе со славянами оказались столь влиятельными, что сажали в Британии королей по своему усмотрению. В какой-то момент некоторым из них наскучили сырые острова и они вернулись на материк, где они от скуки. Ну и вот здесь просто шедевральная цитата. Когда фризы и славяне опять из Англии вернулись, они не знали чем себя занять. Вот так в хронике написано. Они не знали чем себя занять. Отправились совместно в дикий безжалостный лес, они выгнали диких зверей и построили там замок, крепость, на том месте, где сейчас Лейден стоит. Так что Лейден это еще один город в Голландии, основанный славянами, помимо Слаффенбюрга и помимо Вилтенбюрга. Вот это голландская хроника 1663 года. Лейденбюрга А вот это фотография прошлого века, вот считается, что это место и было центром Лейдена и как бы то место, с которого этот город стал расти. Именно вот это место построили, конечно, это уже не оригинал, построили фризы вкупе со славянами. Так как фризы были славянами, то из выше процитированного текста выясняется, что вождь Хенгист и его брат Хорс были славянского рода племени. И вот теперь внимание, я не зря вам повторяла, цитировала британских историков по поводу Скифи на противоположном берегу Ламаша. Вот теперь будет нам понятно, что имел в виду британский историк восьмого века ныне, когда писал в своей книге хроники бритов. Вартигерн согласился с предложением Хорса и Хенгиста и посланцы были отправлены в Скифию, ибо они были Скифами, славяно-Скифами, где, набрав некоторое количество воинственных войск, они вернулись с шестнадцати судами, взяв с собой прекрасную дочь Хенгиста, то есть девушку скифского происхождения. Все замыкается на кругу своя. Нижние саксы есть славяне, славяне и скифы, потомки скифов были нижние саксы, называвшие себя фризами. Не знаю, вы, ребята, еще, друзья, чувствуете взаимосвязь всех этих событий и имя. на берегу Атлантического океана существовала дальняя западная скифия, где проживали слова родичи, славяне в широком смысле это слово. Нэни говорит, что Вертингер принял Хенгиста и Хорса в Британии в 447 году. Это очередной скрин. А вот неизвестный автор гаутской хроники упоминает год 441. Так как я все время цитирую гаутскую хронику и считаю ее все-таки основополагающей, ибо многие вещи, которые написаны в ней в следующих других хрониках и последующих были или утеряны или затерты, то я как бы беру ее за основу. Так вот, гаутская хроника говорит о 441 году, год, в котором славяна фрийский король и вождь Хенгист прибыл в Британию. Ну, а дальше, как говорил замечательный Михаил Задорнов, наберите воздуха в грудь. Цитата. В 442 году после Христа был могущественный король Артур рожден, король Англии. Выдыхайте. Согласно гаутской хронике, в 441 году славяна фрийский вождь Хенгист из западной Скифии прибывает в Британию, а через год в 442 году там же рождается будущий король Артур. Артур был потомком славяна Скифа, и это тоже неопровержимый факт. мать Артура была по-видимому британка, но победители берут себе в подарок лучшие. В данном случае Хенгист взял себе в подарок знатную женщину британского рода племени. Как рос и воспитывался будущий король нам неизвестно. Как и неизвестно, какие у него были отношения с отцом и кто влиял на его становление как личность. Точно известно, что его вдоль и поперек воспетая как эталон прекрасные дамы супруга Геневра не оставила ему потомков. Может, кто-то не желал, чтобы у славяны Скифа Артура, короля Англии, были отпрыски? Отношения со славянами у Артура также складывались своеобразные. Вот никто, кроме гаутской хроники, об этом не говорит. А гаутская хроника, согласно гаутской хронике, Артур вроде даже воюет со славянами, но как-то безуспешно. Они как бы признают главенство английского короля, но при этом не платят ему налогов и строят в то же время свои города-крепости. Например, тому там Ляйда. То есть ведут абсолютно независимый образ жизни. Вот цитаты из гаутской хроники. Однажды воевал этот король Артур против жестоких и диких славян, которых люди сейчас голландцами называют. Ему не удалось их победить, и он оставил их в покое. Он, правда, поставил их под свой закон, но они были освобождены от налогов. Конец цитаты. Ну, вот здесь у меня возник вопрос, а может быть просто король Артур взял славян Северного моря под свой протекторат. Ну, это как бы версия. Гольфрид Малмутский в истории бритов рассказывает иную, в отличие от гаутской хроники, историю короля Артура и его прародителя. Артур в этой истории видится мне интригантом, жестоким, жадным, до власти человеком, имевшим даже планы по захвату всей Европы. Так, говорится, в книге составил план завоевания всей Европы. Но тут замыслы Артура ввязались вездесущие римляне, которые тоже имели свой план по завоеванию всей Европы. И выдвинули ультиматум королю Артуру с требованием покорности и дани. Нашла коса на камень. Если почитать историю Артура у Гольфрида Манмутского очень внимательно, то всплывает на поверхность большое количество несостыковок и странностей в поведении короля Артура. Но самый яркий, бросающийся в глаза пример, согласно хронисту, Артур был крещен, короновался в церкви, а значит, уже был под пятой Рима, духовный, как минимум, пятой. Но Рим удивительным образом не был знаком с этим фактом и по-прежнему требовала от Артура подчинения и дани. Странно. Посему судьбу и жизнь легендарного короля надо изучать под лупой и на ново в условиях новых появившихся фактов и источников. Очевидно и уже неоспоримо, на мой взгляд, то, что Артур не был сарматским воином, прибывшим со своей дружиной на имперскую службу в Англию по договору с римским императором Марком Авреллием. Напомню, это относит к середине второго века. и прохождение ну хоть каким-то историческим реалям. Правда, никого не смущает дата несовпадающая. Марк Аврелли это второй век, а все артуроведы в общем-то придерживаются и только что Елена цитировала в Википедию, что король Артур это пятый, шестой век, но никак не второй век. Сенсацией стала выпущена в 2001 году книга Говарда Рида «Король Артур как кочевник как кочевник варвар стал величайшим героем Британии», где автор объявляет Артура не британцем, а выходцем с Черноморского побережья варваром. При этом Рид сравнивает знаки и символы на знаменах сарматов с изображениями на плитах, покрывающих могилы древних бритов. Очень интересный подход, но если бы Говард Рид еще почитал древние хроники, то, наверное, оставил бы хлеба другим историкам и исследователям. Я привела, на мой взгляд, достаточное количество фактов, подтверждающих, что предки короля Артура были славяно-скифами с голландских земель и прибыли они в Британию не из Черноморской, а из Западной Североморской Скифи. Король Артул был в действительности славяно-скифом, о чем свидетельствуют старинные хроники. И вот здесь хочется сказать, ну, наверняка найдутся люди, скептики скажут, ну, похоже, но есть сомнения. Понятно, что тема необычная, факты приведены ранее неизвестны, это надо еще переварить, проанализировать, пропустить через себя. Но вот хочу тогда вам на посошок еще, значит, поговорить или рассказать голландские сказки. В Голландии существует проект, называется он Банк голландских народных рассказов. Нидерландцы Фолксферхаленбанк, куда собираются все существующие в народной памяти устные рассказы от анекдотов, побосенок, досаг и легенд, легендарных историй. Что касается последних, то они, как правило, взяты из исторических хроник и переведены в категорию легенд и сказок, чтобы нивелировать значимость реальных событий в истинной истории голландского народа. С этим я встречалась неоднократно. События, описанные в хронике, за давностью лет переносятся в современную книгу как легенда, сказка, сага, но не как реальное историческое событие. Например, реально жившие в Голландии великаны, люди значительного роста, о которых есть упоминания во всех старых хрониках и не только голландских, фрисских, зеландских, даже британских. Вот эти великаны переведены в разряд сказочных героев. Тем не менее, как говорили и говорят, говорили наши предки, говорим мы, сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок. Мне в руки попалась книга 1933 года издания, называлась «Зеландская книга САГ», то есть сборник, так сказать, легенд и САГ. И вот в первой же строчке САГе о Хенгисте и Хорсе у меня, как можно сказать, мои дети говорят, выпал глаз. То есть я была потрясена. Это скрин из этой книги. Начинается история так. Хенгист и Хорсе были королями диких жестоких славян, которые были вынуждены покинуть страну. На трех кораблях они отправились в Англию из САГСХАВН, которая названа в честь Хенгиста Хэнгст Дайк. Я подчеркнула основные слагба Хенгист и Хорсе waren твей конинген дэрвилды врейды славен. И поклонялись они король богу Водену. Воден. Есть еще одна книга, сага из 1833, записанная в 1833 году. Она начинается такими словами. Твей конингендер славен Хенгист и Хорсе. Два короля славян Хенгист и Хорсе отправляются в Англию. То есть эта информация существовала и была известна даже голландцам. И вот эта книга сага 1933 года это подтверждает. Но после войны вообще любая всякая окончательная даже в сказках информация о славянах крайне западной Европы была запрещена. Переиздания этой книги естественно не было, а то, что было, это уже был другой совершенно формат. Но самое забавное, что заканчивается эта сага такими словами, цитата, «Так стал Хенгист королем Британии». Зоверт Хенгист конинг фан Британия. Повторюсь, сказка ложь давний намек. Итого, для тех, кто, может быть, еще не понял, но уже догадались, так называемые англо-саксы вожди Хенгист и его брат Хорса были королями славян. А король Артур был потомком славяна-саксов, простите, славяна, правильно, в принципе, славяна-саксов, славяна-скифов, пришедших в территорию Британии с земель современной Голландии. и с процентностью в 99% он был потомком славянского короля Энгиста. Король Артур, мы знаем, кем были твои предки. Лена, у меня все. Да, ясно, Оля. Это действительно сенсационная информация, я думаю, для всех нас очень интересная информация, которая, может быть, еще даже предполагает дальнейшее расследование. Оля, ну вот у меня к тебе вопрос, прежде чем мы перейдем к вопросам наших слушателей и зрителей. Скажи, пожалуйста, вот ты пришла к этому выводу, привела нам действительно неопровержимые факты. Есть кто-то из историков, голландские или, может быть, русские историки или английские историки, которые пришли к этому же выводу? Известны тебе они или нет? Так, насчет английских историков, я знаю только одного, которого постоянно цитируют, Томас Шор, но это историк самого начала XX века, он упоминал, что в Британии жили славяне, и он знал о неких голландских хрониках, читал их и связывал этих славян с голландскими славянами, вот именно теми славянами, которые переселились в Британию и стали родоначальниками британского современного народа. по поводу голландских историков, я встречалась с одним бельгийским исследователем, который тоже имел возможность читать некоторые хроники, к сожалению, сейчас не скажу его фамилию, но в следующих своих беседах я хочу поднять вот эту тему славян в Бельгии, и о нем поговорю подробнее, но он, как это исследует для европейских исследователей, ученых, он все перекручивает, перевирает, передергивает, он видит, что есть понятие рутен, рус на территории Бельгии, что речь идет о славянах, но он настолько пытается как вот змея вывернуться из сложивания, то есть факты одни, но он пытается их интерпретировать совершенно по-другому, и в общем-то выглядит это, конечно, забавно. Что касается отечественных историков, нет, Лен, вот кроме Александра Гильфердинга я больше никого назвать и не смогу, ну и ваша покорная слуга, которая совершенно случайно вышла на эту тему, в общем-то, по сути, занимаясь языком, я изначально увлеклась голландским языком и анализом и связью его с языком славянским, и проследив вот эти связи, я уже, потянув ниточку, вышла на эту тему. И, наверное, это какое-то вот божье проведение, что так получилось, что, владея голландским языком, я смогла, и мне попались в руки те исторические материалы, которые можно было перевести, и вот из них вычерпать главную, важную информацию. Единственное, что я могу сказать, что я стараюсь давать обязательно всегда во всех статьях, вот, в наших беседах источники, откуда я беру эту информацию, с той целью, чтобы люди, заинтересованные люди, могли сами пойти по источникам, найти материал, почитать эти книжки, возможности гугла, да, гуглопереводчика дают возможность, ну, хотя бы в определенном формате сделать какие-то переводы, даже не зная языка, вот, и увидеть, что действительно история Европы была совершенно другой, причем настолько другой, что, мне кажется, вообще надо переписывать всю историю, вот, вот вообще, это вот то, что мы сейчас имеем, я просто потрясена на самом деле, что нам слепили из того, что было. Но, да, да, я о чем и говорила, мысль не потерять, благодаря вот тому, что оставляю источники, я дам ссылочку на одного автора на Ютубе, вышел фильм, человек вышел по всем этим ссылкам, нашел книги, сам их почитал, сделал ролик где-то на 10 минут, где, в общем-то, подтвердил факт того, что, ну, уже как бы собственных изысканий, что в Голландии жили славяне. Конечно, было бы еще приятнее, чтобы было уделено внимание первоисточнику, но тем не менее работа идет, и мне это очень симпатично, я надеюсь найти больше соратников, друзей в этом плане, кто как бы поддержит древко с развивающимся флажком. то есть вот как бы вот так вот я ответила на твой вопрос, Лен. Да, благодарю, Ольга. Действительно, хотелось бы, чтобы эту тему подхватили, тебя именно поддержали в этом вопросе. Просто вот, ты знаешь, меня поражает, я когда, значит, немножко читала, да, вот официальную информацию о Короле Артуре, там ведь в официальных источниках представлено целое гинекологическое древо, где его потомки, ну, где-то, наверное, может быть, 10 вот так вот поколений представлены, и все они британцы. Там, естественно, ни одного славянина, никакого фриза, никого там, ни вилтов, никого нет. Там одни британцы, то есть получается, что все это ложь. Далин, я тоже это читала, я тоже это видела, я тоже удивлялась, как это здорово можно подставить любое имя, фамилию, причем, в принципе, оговорка есть, что они все легендарные его предки, то есть они могли быть, а могли не быть, то есть в принципе, теоретически можно было поставить любую фамилию вместо фамилии Генгиста, и он оказывался бы предком короля Артура. Вот, потом не забывайте, что там тоже такая история хитрая с его рождением, ведь согласно официальной истории, значит, мать короля Артура была в браке, с другим мужчиной изначально, от него, у него родилось, у нее родилось двое девочек, двое детей, Артур младший сын, который родился от совершенно другого мужчины, не от супруга, и как этот мужчина попадает в хоромы матери короля Артура, там просто сказочная история, то есть как бы он принимает облик ее супруга, он безумно влюбляется в эту женщину, принимает образ супруга, значит, проникает к ней в комнату, вот, ну и как следствие у них рождается король Артур, то есть складывается ощущение, что сознательно так хитро обставляется вот эта история с появлением короля Артура, как бы якобы она легендарна, умыкая вот эти исторические факты, и хотя если посмотреть из контекста вот все вышесказано, все очень просто, действительно у нее был супруг, но супруга подвинули с трона, пришедшие в Британию, ну, я чуть-чуть так условно говорю, славяна Фриза Сакса Вилте, вот, и тот, кто победил, тот взял себе по подарок жену, как бы короля или там вождя этих территорий, соответственно, она от победителя в женщину рожает второго ребенка, который становится королем Артуром, тогда никакой сказочности там и какой-то туманности в этой истории совершенно нет, все четко и ясно, а кого там подставили как какие-то имена, какие-то предки, они сами говорят, что это все как бы патетически, может быть было, а может быть и не было. Лен? Да, все понятно, к сожалению, вот история не только нашей страны, да, Европы, в общем-то, она искажена, скажем так, но это... Она была совсем другой, вот она настолько была другой 2000 лет назад, что просто потрясает, насколько нам все спрятали, убрали, нивелировали, и а мы бьемся, как бараны, теорию, нормандскую теорию, не видя, что на самом деле открыто ворота, заходи, смотри, ты будешь, как почему тут нормандцы и славяне жили по всей Европе, они жили на берегу Северного океана, а мы вот как встали в ступор с этой нормандской теорией и по-прежнему не хочем с нее задвинуться. Лен. Да, ну что ж, Оля, я благодарю тебя за очень интересный рассказ, вот, за это расследование, которое ты провела по отношению к славянам и короля Артура и так далее, вот, ну, и предлагаю перейти к вопросам наших слушателей, они уже поступили в чат, и поэтому я прошу Алексея включить нам отбивку, после которой, Олечка, тебе придется отвечать на вопросы. Хорошо, Лен, хорошо. Вы слушаете Народное Славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном Славянском радио. Напоминаю, что сегодня 21 января 2022 года, четверг. Тема сегодняшнего живого эфира «Мы знаем, кем был король Артур», сказитель Ольга Семенова «Роттердам». Оля поведала нам свое видение по данной теме и готова ответить на вопросы наших уважаемых слушателей и зрителей. Я еще раз напоминаю, что вопросы мы принимаем на ресурсах Народного Славянского радио. Это словрадио.org, пишется латиница без пробелов, чат-беседка, и youtube.com слэш словрадио. Так, Оля, зачитываю первый вопрос. Его прислал вот, не знаю, как удобрение поставить. Какус или кокус не укропов? Ну уж, как прочитала. Европа была обитаема со времен неандертальцев. С киевским народом вставляют ирано-индийскую гаплогруппу, а может, наоборот, было движение не оттуда, а на восток? Я бы сразу хотела сказать, что с гаплогруппами нужно быть очень-очень осторожными. Это сейчас новое интересное направление в изучении истории, но там не все так однозначно, как может показаться. Поэтому я бы даже не просто осторожно, а даже в некоторой степени скептически бы к этому отнеслась, не обижая никого. Я попробую в двух словах объяснить. Вот смотрите, ну вот как историк, я не ДНК-генеолог, генеолог, как правильно будет сказать, но мы знаем, что сербы это славяне. Причем скажите сербушон не славянин, но он вам еще и в морду даст. Но тем не менее у них совершенно другая гоплогруппа. То есть мы говорим, и это всегда подчеркивается, что гоплогруппы во времени расходились. То есть разные гоплогруппы, расходясь во времени и территориях, могли тем не менее иметь общего предка. То есть имея общего предка, через какого-то время произошла мутация, и у нас появилась новая гоплогруппа. Но это не значит, что предок был другой, просто произошла мутация. Что причиной стало, мы не знаем. То есть они стали иметь другую гоплогруппу, другое ДНК, но тем не менее это предок у них общий. Поэтому говорить о том, что какие-то разные гоплогруппы, говорят, у скифов другие гоплогруппы, ну возможно, но тем не менее никто не говорит, то есть нельзя отрицать того, что на этой территории жили когда-то люди, имевшие общие предки. И многие хроники об этом говорят, исторические факты об этом говорят. Когда нам к скифам пытаются подмазать азиатов, да, возможно, в какой-то момент времени в ареал скифских территорий вошли народы не европеодного вида. Но скифы на Северном море у них не были раскосые глаза, и широкие скулы. Голландцы это типичные арии, белосые, голубоглазые, то есть о никаких девятских элементах там говорить нельзя. То есть всё это достаточно условно, очень не объективно, и ДНК генеалогии можно привлекать, но ни в коем случае не ставить в основу угла по исследованию, по историческому исследованию касающихся славян, в частности Европы. Лена. Да, благодарю, Оля, за ответ. Хорошо, следующий вопрос написала Екатерина Калима, тоже фамилию под вопросом, правильно ли я ставлю ударение, надеюсь, что правильно. Пожалуйста, подробнее о племенах Европы. Например, англосаксы, кто они такие, и почему до сих пор терроризируют славян? Да, ну вот, немножко, наверное, недослушали вы сути вопроса. По сути дела, англосаксами прикрыли именно славяна саксов, или, правильно, славяна фризов, которых называли нижними саксами. Это первое. Второе. С англами тоже очень большой вопрос. Я вам давала, цитировала фразу, где говорилось, что фризы, славяне и свевы вытеснили англов из Британии. То есть, кто такие англы, эти тоже надо еще заниматься. Если вы посмотрите какой-то материал о народе англов, о племени англов, его очень мало. Его где-то там определяют в каком-то углу там на востоке датского полуострова. Но парадокс заключается в том, что как бы считается, что вместе с этим англо-саксонским движением в Британию англы исчезли с этих земель. То есть, англов после этого там не находят. То есть, были эти англы, не были. Кем они были? Почему славяне из Британии выдавливают англов? Это большой вопрос. Что скрывается вообще под этим понятием? Мне кажется, надо этим вопросом заняться еще раз и глубже. Слишком много вопросов по поводу англов. Дальше. Почему у нас возникло вот это непонимание с англосаксами? То есть, то, что я вам процитировала, говорит о том, что в Британию попали племена, если мы так вот их перечислим, это были рутены, славяне, славяне, саксы, что есть фризы, свевы, ну, и, возможно, еще данные тоже упоминаются очень часто. Часть из них осталась на острове, часть уехала обратно, вернулась на родину. Какая часть, мы не можем сказать, но, тем не менее, повторюсь, они, как Томас Шор констатировал, являются предками современных британцев. Но, и опять я на это обращала внимание, очень важный момент римлянам, как в воздух нужна была Британия. Они просто понимали, что именно только оттуда реально можно начать захватить Европу и превращать ее в то, что потом назвали Европой. Есть вот такой интересный, сейчас я попробую найти, тоже историк, хронист, современник Джеффри Манмутского Вильям Мальмс Бериски. И у него есть такая запись. Амвросий, единственный выживший из римлян, который стал королем после Вертингерна, подавил самонадейных варваров с помощью воинственного Артура. То есть у нас здесь опять фигурирует единственный выживший из римлян некий Амвросий. Римляне приложили максимум усилий, чтобы вернуть Британию под свою руку, под свое владение. Приложили максимум усилий, чтобы раманизировать то население, которое осталось на Британских островах. Эти славяне смешались с бритами, которые уже там жили, смешались с пиктами, с котами, плюс начинается христианизация этих территорий, усиленная, насильственная. И в итоге в общем-то те люди, которые там остались, стали называться англосаксами. Но и от этого наша нелюбовь. То есть получается, что любовь по сути дела даже не вот этим условным захватчиком Британских островов, а тем людям, которых из них сделала романизация. Вот я не знаю, смогла ли я объяснить то, что хотела сказать. То есть романизация играет огромную роль вообще в жизни, в истории европейских народов и племен. Лена. Хорошо, Лена, да, благодарю. Следующий вопрос, похожий на предыдущий, задает его вот Какус Неукропов. Англые саксы, как бы германцы, а германцы с неба упали? Вот так он спрашивает. Так, англосаксы, германцы, и кто такие, соответственно, германцы? Давайте так, я тоже об этом упоминала. Кто такие германцы? Большой, большой вопрос. Это римляны назвали неких людей, которые не входили в состав Римской империи или Римского государства германцами. То есть все, кто не с нами, тот против нас, и, соответственно, они германцы. Под германцами подразумевались различные племена, народы, относящиеся к различным родоплеменным союзам. На мой взгляд, большая часть из них были славянами, но все ли, это, как бы, у меня все-таки есть по этому поводу большой вопрос. То есть германцами называли и славян, и другие народы не славянского происхождения, жившие на территории Европы, не принадлежавшие, не подчинявшиеся Римской империи. Это кто такие германцы и откуда не упали? Англосаксы не были германцами, потому что германец – это искусственно придуманное слово. Не было никаких германцев. Англа, убираем англа, потому что здесь у меня огромный вопрос. Саксы – это был такой винегрет, об этом у меня написано в статье Сага о фризах. Было несколько волн насельников на саксонские земли. И вот одна из них – это были те самые славяне, которые прибыли с британских островов и стали называться фризы. Это само название. И были люди, которые заняли территории севернее и туда дальше на восток к Ютландскому полуострову. И они были, ну, есть вариант, что кто-то был из Иудеи, кто-то был там чуть ли не из Индии, кто-то был с других территорий. То есть кем были саксы, тоже надо разбираться чётко об этом. Ну, как бы опять набор слов, если вы почитаете, наберёте тоже в Википедию, кем были саксы, там на самом деле очень открытый вопрос. Опять же, про англо-саксов мы говорить не можем. И то, что они были германцы, это тоже как бы вот расхожая фраза, которая, в принципе, уже опровергаема. Лена? Да, Оля, это вообще отдельный, можно сказать, отдельную передачу можно по этому строить. Так что, да, так быстро на этот вопрос не ответишь. Екатерина Калима задаёт опять вопрос. Правильно я поняла, что Нижняя Саксония есть область, область скифско-славянских племён? Саксония вообще очень большая. Она делится, да, на верхнюю, нижнюю Саксонию. Я бы так сказала, мы можем говорить о Северной Саксонии. Сейчас я вам попробую вывести, у меня есть одна карта, чтобы иметь представление, приблизительно какие территории занимались, были заняты приблизительно, повторюсь, скифами. Так, ты где? Вот она, эта карта. голландские историки, изображая Великую Фризию, вот рисуют вот такую карту. То есть, это территория, начинающаяся с Бельгии, с речки, раньше называлась Скалдис, это сейчас Шельда, и тянущаяся вдоль побережья, но мы, конечно, это очень узкая, кусок земли, я бы это сделала в два, а то и в три раза больше. Вот, и вот она тянется вплоть до Виссара, но здесь дальше есть еще речка, вот до этих территорий, вот это уже начинается Датский полуостров. То есть, вот все вот эти северные территории можно ну, со 120% оснований называть скифией. Но я бы расширила, ну, увеличила эти размеры вглубь континента в два в три раза. То есть, вот эти земли, безусловно, можно называть скифией, североморской скифией. Лена? Хорошо, Оля. Так, следующую реплику написала также Екатерина Калима. Пожалуйста, очерчивайте временные рамки в пределах одного-двух веков, чтобы понять, о каком периоде речь. Ну, может быть, невнимательно слушает Екатерина, по-моему, все рамки были очерчены. Оля, что-то добавишь? И дальше у нее вопрос. Стараюсь четко говорить все даты, и чтобы было понятно, что знаю, что не все специалисты. Поэтому я, по-моему, в этом плане очень аккуратно. Да, Лена? Да, мне тоже кажется. Екатерина, поэтому слушайте, пожалуйста, повнимательнее. Просто у Ольги очень много информации, и если слушаешь первый раз, то сложно разобраться. Советую послушать еще и другие передачи на нашем славянском радио с Ольгой Семеновой Ротардан. Так, Оля, и вопрос от Екатерины. Так Иисус Христос, Родомир, возможно, есть король Артур? Вот так. Ну, нет, мы здесь в одну кучу свалили совершенно разные понятия. Нет, я так не считаю. Это вот как бы уже современные фантазии на эту тему. Ну, так же, как король Артур был сарматом второго века. не однозначно. Лен. Да, хорошо. Следующий вопрос задает Астамати. Откуда у славян тех годов было имя Артур? Так же имя Хорс, что означает? Ну, начну со второго имени. Хорс в европейских языках это лошадь. Вот. Из общеевропейской языческой религиозной доктрины мы знаем, что Хорс – это бог солнца. Вот. Соответственно, ничего удивительного, что с славяне в Западной Европе тоже имели это имя и имели представление, кто такой Хорс. Насчет Артура имени не могу ничего сказать. Я для себя связываю это имя с понятием ариев, потому что в Европе очень много топонимов, топонимов, сохранивших начало основу как ар, особенно во Франции очень много таких топонимов, в Бельгии. Вот. Мне подсказал мой царатник, что в армянском языке Артур означает владеющий мечом, по-моему. Вот. Но происхождение именно этого слова конкретно я не могу сказать, не занималась и, в общем-то, не ставилась от такой цели. Лена. Хорошо. Мне кажется, там эти, что имя Артур как раз самое русское имя. Если разложить его, да, хотя бы на части Ар и Тур, что означает, попробуйте сами выяснить это, разложите по буквице, и мне кажется, что как раз получится очень даже русское понятие. Соглашусь. Переходим дальше. Следующий вопрос задает Григорий Врачев. Бог Воден имеет тождество с Одином? Думаю, что да. Причем прямое. Это просто разные диоректы. Так же, как те же рутены Бельгии во Франции назывались русами или росами, или вот те же славяне варианты с калдами назывались. То есть это просто диалектические изменения. Воден, Один. Это, по-моему, не по-моему, это одно и то же, об этом говорят и хроники, что это одно и то же имя, просто принадлежащее, скажем так, разным племенным объединениям. Лена. Так, следующую реплику написал Михаил. Ольга Семенова все больше радует. Достойные исследования и аргументированные. Благодарю. Михаил, спасибо вам большое. Дальше опять Екатерина Калима задает еще один вопрос. Знакомы ли Ольги исследования профессора Чудинова и его чтения рунических трещин на могилах в Швеции, например, и в Италии? Он утверждает, что все спокойно читается и что это были земли славян? У профессора Чудинова очень своеобразный, интересный подход к расшифровкам, скажем так, исторической информации. Я с огромным уважением отношусь к профессору. Есть нюансы, которые меня лично немножечко смущают в силу моей, наверное, некомпетентности. Но то, что есть множество других доказательств, не только какие-то надписи, подтверждающие, что там жили славяне, это уже очевидно и это можно сейчас найти на просторах интернета от старинных рукописей хроник до предметов материальной кордуры. Так что я думаю, что в принципе одно другому не противоречит. Лена. Хорошо, Оля. Следующая реплика в эфир Михаила СТ. Даже англичане в одной экранизации проговорили, что Артур или кто под его именем? Славянин. Ну вот, Оля, я на просторах интернета тоже встречала это, что именно англичане где-то признались. Ну вот да, началось с того, что была идея как бы поднята на меч, что он был с арматом, сарматы это одно из расцветлений скифов. По сути дела, сарматы и скифы есть суть одно, но насколько скоро сарматы и скифы родственны, соответственно, как бы перекинулся мостик на то, что он мог быть или был славянином, или вот с тех земель, которые сейчас принадлежат славянам. Вот. Что тут я еще хотела сказать? мысль убежала. Ну то есть англичане в экранизации, в одной из экранизаций проговорились, может быть, к этому что-то. то есть, ну да, то есть об этом уже говорилось, и в принципе эта идея витала в облаках, и также вот эта мысль попытаться сравнить некие материальные сохранившиеся ценности с теми же вот надписями, изображениями на старинных камнях, надгробных камнях в Британии, как бы все крутится вокруг того, что понятно, что король Артур имеет небританское происхождение, то есть это все давно уже витает в воздухе. Лена. Да, Оля. Так, Анатолий Подкова задает вопрос, он запутался как раз к предыдущему твоему вопросу. Король Артур был с кифом или с арматом или щекем, а то я совсем запутался в разных царях. Ну да, повторюсь немножко, может быть, я перед этим сказала немножко неразборчиво, то есть современные и не только, особенно исследователи российские XIX века все в один голос говорили, что сарматы это одно из ответственных исцелений скифов. И хотя есть как бы основание полагать, что скифы исчезают при появлении сарматов на определенных территориях, в частности при Черноморье, есть опять же указания в тех же римских, греческих античных авторов, что они не разделялись между собой, просто одно номинование сменило другое. То есть и скифы, и сарматы как минимум имеют общих предков. То есть когда мы говорим о короле Артурии, говорим, что он был сарматом, это менее грамотно, потому что сарматы потом ушли в Иран, туда, через Кавказ, и как бы вот там условно потерялись, а скифы распространили, ну, не свое влияние, распространили, расширили свои территории по всей Европе, вплоть до Атлантического океана. То есть правильнее будет говорить, что Артур был все-таки скифом. Тот же вот равенский аноним, я об этом писала в статье североморской скифи, он вообще говорит об существовании трех скифий на территории Европы. Равенский аноним это где-то рубеж восьмого-девятого века, то есть о скифии при Черноморской, о скифии на острове Готланд или где-то напротив устья реки Вислы, и о скифии вот где-то в районе, ну, там очень немножечко скользко, но тем не менее западнее датского Нитландского полуострова. То есть об этом даже еще была информация в исторических книгах, в классических книгах восьмого декабря. Да, Оля, следующий вопрос задает Залмоксис, но правда он не по теме вопрос, но я зачитаю. Крепостные это родное понятие, так как крепости в виде звезд наши, поэтому и планеты звездами называют. Почему? Ну, здесь, Оля, ты имеешь право не отвечать на него, ну, может быть, что-то скажешь. Леночка, я хочу извиниться, вот последний вопрос выпал, я не слышала, можно его повторить? Ага, да, хорошо, Залмоксис задает вопрос, крепостные это родное понятие, так как крепости в виде звезд наши, поэтому и планеты звездами называют. Почему? Вот он, я говорю, не по теме, Оля, поэтому, в принципе, смотри сама, будешь ты отвечать на него или нет. Оля, мы потерялись? Оля, ты меня слышишь? так, видимо, нет связи. Оля, мы тебя не слышим. Оля? Вероятно, обрыв связи, потому что ее не слышно, она включена, но ее нет. Но ее нет, да? Нет, да. Давайте подождем несколько секунд, да, может быть, Оля появится, хотелось бы, конечно, потому что вопросов еще много прислали наши слушатели, вот, с интересом слушали, видимо, да, действительно, тема очень интересная, историческая, очень многие любят историю, заинтересованы в ней, тем более сейчас открываются новые данные, да, и историю мы пересматриваем, конечно, хотелось бы это все услышать, новые данные. Оля? Нет, ее нет. Ее нет, да? Да, очень жаль, конечно. Конечно. Так, у нас остались вопросы, еще достаточно много этих вопросов. Оля, мы ждем, очень ждем, что ты вновь появишься у нас в эфире. Уважаемые слушатели, к сожалению, у нас обрыв связи с Ольгой, она все-таки находится в Голландии, поэтому со связью все возможно. Здесь это непредсказуемо. Алло? О, Оля появилась, ура! Оля, ты нас слышишь? Очень извиняюсь, но у нас что-то со связью произошло. Да, мы это поняли. Оля, ты помнишь вопрос про крепость? Да, я слышу, сейчас попробую, а вот опять что-то отключилось. Нет, я тебя слышу. Оля? Вопрос про крепость, да. Да, 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 про крепость, звезды, да, да. Что крепостное понятие это родное? Лена, я тебя слышу, я хочу сейчас вывести демонстрацию крану. Одну минутку. Хорошо. Да. Я говорила о том, что я говорила о том, что на территории Голландии и Бельгии есть очень много крепостей, и те, кому интересно, любопытно эта тема занимается крепостями, звездными крепостями, я приглашаю побольше посмотреть информацию по Голландии и Бельгии, может быть, кто-то что-то для себя интересное найдет. Лена? Хорошо, Оля, давай перейдем к следующему вопросу, его задает Анатолий Подкова. А в каком временном интервале происходили эти события? Видишь, Оля, второй вопрос про временной интервал все-таки, наверное, люди не услышали. Когда же жил король Артур, я думаю, да, про это? Хорошо, да, то есть мы говорим в любом случае о пятом веке. Пятый век, об этом говорят и Ненни, британский историк, и неизвестная история Гаутской хроники. Единственное, что даты различаются, например, Ненни говорит о том, что хенгисты и хорсы прибыли в Британию в 447 году, а Гаутская хроника говорит о 441 году. То есть это первая половина пятого века. Лена? Ну вот я эти даты слышала. Я очень извиняюсь. Я сейчас вижу тебя на экране, а что с моим изображением? Можно уточнить? к сожалению, изображения нет. Ты сказала, что вы видишь скрин, но его не было на экране. Нет, что-то зависло у меня здесь, поэтому я не знаю, может быть, что-то вы можете сделать с изображением. К сожалению, я не могу ничего поставить пока. Или вот, может быть, поднять руку? Может быть, Алексей подскажет? Я не могу тебе подсказать, Оля. Может быть, Алексей действительно подскажет нам, он специалист. Я очень извиняюсь перед слушателями, просто есть очень интересные несколько фотографий, изображений, которые бы хотела показать. У вас включена демонстрация. Демонстрация включена. Просто нужно свернуть скайп. Поняла. Одну секунду. Так, это у нас было вот здесь. Теперь все видно, да? Да, теперь видно. Благодарю, Алексей. Все, спасибо большое. Далина, я готова принимать дальше вопросы. Замечательно, Оля. Григорий Врачев говорит, да, просто реплика у него. Тема интересная. Благодарю сказительницу, однако странно, чтобы славянин, чтивший законы Рита, взял бы в жены не девственницу. Оля, что ты скажешь по этому поводу? Вы знаете, победитель, мне кажется, он не задается вопросом, некоторыми вопросами. Он берет то, что он выиграл и то, что он добыл. Возможно, у Хенгиста были немножко другие жизненные принципы. Не знаю, слишком давно это было. Спасибо большое за реплику. Следующую реплику, ну, вернее, нет, все-таки вопрос задает Екатерина Калима. Что это за страшная картина сейчас на заставке с головами в виде капусты и головами в корзинах? Оля, на мой взгляд, очень характерная картина, ну, как бы демонстрирующая, изображающая то, что делают с нашими мыслями, головами, как нам промывают мозги. То есть это картина голландского художника, ее можно найти, она сейчас находится в одном из голландских музеев, даже это скорее замок-музей, она очень маленькая по размеру и, в общем-то, изображает, как вместо головы нам пекут, меняют мозги, а на это время одевают вместо головы качан капусты. Вот у меня такое ощущение, что у нас сейчас у всех качаны капусты, а головы наши где-то там пекутся. Вот хочется вернуть голову на место, вернуть историю в то русло, в котором она должна течь, вспомнить нашу истинную историю, вспомнить наших истинных предков, вернуть наши знания о нашем прошлом и, как бы, соответственно, расставить все точки над «и» и гордиться, очень важно, гордиться своим прошлым. То есть давайте вернём голову на место, пока у нас качаны капусты на голове с той историей, которую мы имеем на данный момент. Лена. Да, совершенно согласна с тобой, Ольга. Так, следующий вопрос. Максим Архипов. Здравия всем. Ольга, не подскажете, есть ли в хрониках объяснение титула Артура «Король», он спрашивает, имели ли последующие короли Европы какое-либо отношение к правящей группе Англии? Значит, насчёт к правящей группе Англии последующие короли, ну да, безусловно, родственные отношения были, связи, особенно по женской линии, это однозначно было, просто я, может быть, так глубоко не знаю, не назову вам имена и фамилии. Что касается титула, вы знаете, первый раз именно титулом король обозвал Артура, ну, условно, обозвал Гольфрид Манмутский, то есть до него где-то два раза упоминался Артур в более ранних хрониках седьмого и, по-моему, конца девятого века, но он просто поменялся как некий герой, как некий храбрый воин, вот, но именно Гольфрид Манмутский дал ему вот это определение король бритов, вот, насколько этому можно верить, я не знаю, мне вообще кажется, в общем-то, у Манмутского есть необычайно интересные вещи, которые были затерты ранними британскими историками, в то же время он уже римско-католический, вот, совершенно, стопроцентно монах и историк, и, соответственно, он пишет ту историю, которую нужно римской церкви для утверждения своего господства на этих территориях, поэтому, чтобы, ну, как бы, возможно преувеличить значение короля Артура, ему дают титул короля, возможно, он просто был, скорее всего, на мой взгляд, вождь определенных территорий, не все бриты подчинялись королю, Артуру, хотя бы потому, что он собирал наиболее крупных и влиятельных вождей вокруг круглого стола, по одним источникам их было 12, было даже вроде как больше 30, то есть, это те люди, которых он пытался посадить за один стол, чтобы, как бы, укрепить мир на британских землях, на землях, на южных землях британского острова, то есть, был ли он королем, как бы, тоже большой вопрос, но вот Гольфрид Мамунский дает ему этот титул. Лена. Да, хорошо, Оля, благодарю. Следующий вопрос задает Стамоти. Будет программа про Ири. Мы Осетина свою республику называем Ири. Мы знаем, что наша столица не Владикавказ, а Асгард Ирийский. Мы знаем, что наша прародина Север. Ну, Оля, я не знаю, тебе этот вопрос. Как имя? Будет ли программа про Ирий, он спрашивает. Как имя человека? Аст-Тамоти. Ну, понятно, то есть, нет конкретного имени. Вы знаете, про Ирий не будет, вот конкретно про Ирий не будет, но про Осетин это вообще удивительная вещь, работая над темой славян в Британии. У меня есть тоже статья, которая так и называется «Британский гамбит». Очень рекомендую, без ложной скромности, там вот именно умыкание истории славян в Британии, там, ну, это вообще, это шедевральные попытки вытеснить, вычеркнуть, убрать любое упоминание от славян на британских территориях. Вот, и очень многие легенды говорят, что славяне попали в Британию именно как, изначально как скифы. Вот, и прибыли они с скиф, так, и прибыли не в Британии, а где-то с территории Кавказа. Вот, удивительно, что осетины, если я не ошибаюсь, это единственный кавказский народ, который имеет индоевропейский язык. Вот, и осетины, в общем-то, очень хорошо ложатся вот в эту скифскую историю, и вы очень правильно сказали, у нас общие предки, вот, несмотря на то, что мы живем сейчас вот на достаточно больших расстояниях и в разных культурно-географических условиях. Но, к сожалению, больше сказать ничего не могу, но спасибо вам за интересный вопрос. Благодарю, Оля. Екатерина Калима еще один вопрос задает. Под романизацией имеете в виду власть Ватикана и влияние католической церкви ввиду того, что власть принадлежала церкви? Да, вы абсолютно правильно поняли, но романизация началась еще раньше, во время так называемой Римской империи. Самое интересное, что вот это понятие Римской империи появилось, в общем-то, только в учебниках XVIII-XIX века, раньше называли Ромшрайк, Римское государство, то есть понятие империи было введено уже относительно поздно, но оно как бы устоялось в связи с огромными территориями, которые платили дань Риму. То есть романизация началась в общем-то по европейских территорий, ну чуть раньше, чем Цезарь, но как бы вот она окончательно сформировалась как идеология вот именно во времена завоевания Цезаря. Тацет, по-моему, рассказывая о романизации британцев, я сейчас дословно не скажу, но он сам удивляется, что происходило с британцами. Он говорит, что британские юноши после того, как и ходили в римские итоги, значит, показали римскую роскошь жизни. Британские юноши, которые ненавидели латинский язык и ненавидели все, что связано латинянами, после приобщения к вот этой римской роскоши, которая сознательно, причем римском, латинском языке и начинали вести себя, как подражать римским условно патрициям. То есть романизация это очень хитрая такая штука и начиналась она, естественно, не с низов, а с верхов. Первыми сдавали позиции власть имущие. Вот. Потом, когда Рим был вынужден уйти с территории Европы, он не собирался оставлять, он оставил ее физически, но не собирался ее оставлять духовно, да и физически не собирался оставлять. То есть на смену Ром Шерайк появилась римская католическая церковь. Если обратите внимание на датировки, считается, что это 400-440-го года в последние годы присутствия римских легионеров на территории Европы. Потом как бы они якобы уходят. Вот. Но в то же время, приблизительно в это время Константин принимает христианство как государственную религию, как идеологию. И получается смена парадигм. Да, римляне ушли, но пришла римская католическая церковь. И начинается просто захват уже не физический, а духовный захват, первоначально духовный, а потом и физический, тех же территорий в возвратах по сути дела в свое лоно, в свою сферу влияния. Так что да, романизация это слово напрямую связанное с Римом. С католическим Римом, докатолическим Римом, и не поверите, современным Римом тоже. То есть то, что происходит сейчас во многих странах современных, мы прямо можем назвать романизацией и нисколько не погрешим. Лена. Да, Оля, совершенно верно. Так, ну что ж, Александр Иванов написал реплику. Рассматривали происхождение имен Егиста и Хорса. По Рыбакову он связывает происхождение Хорса, в скобках Бога, с древнескифским, с колодским периодом. Добавишь что-то или нет? Нет, не добавлю. Я знаю, что Александр Рыбаков? Нет, Иванов очень большая личка. Да, замечательный соратник. И вот реплика, которую Александр дал, очень правильная. Я вообще хочу поблагодарить, имея случай, Александра за помощь, за соратническую поддержку и, в общем-то, за сотрудничество. Спасибо, Саша. Лена. Оля, еще один вопрос. Дмитрий Понизенко задает интересный вопрос. Рим шел завоевывать Британию, но не по воздуху же, через центр Европы, так? И британцы позвали на помощь скифов с тех мест, через которые, получается, Рим и шел. А где скифы были тогда? Кочевали? Да, я понимаю ваши вопросы, представление о захватнической политике Рима. Чуть-чуть было все не так. Захват Европы начинался с запада. Так, у меня убегает картинка. То есть, осваивание территории Римом началось с Испании. То есть, сначала были заняты территории Испании, о которых практически мы сейчас не говорим, к сожалению, потому что это было давно, и их рамонизировали самыми первыми. Потом была Южная Франция. дальше, соответственно, потихонечку перейдя. Почему так? Потому что Альпы, это натуральное, естественное, географическое прикрытие, которое защищало Европу от римлян. Поэтому сначала они осваивали восточные территории, через море север Африки. А вот это географическое препятствие в виде Альп, оно не позволяло какое-то время напрямую перейти к истоку Рейна и оседлав Рейн направиться на север. То есть, они начали с юга, занимали сначала те территории, которые были географически доступны, пронюхав, проверив, получив возможность через эти территории попасть на более северные. Уже потом в процессе какого-то становления, получения знаний о Европе оседлали тот же Рейн и по Рейну сплавлялись туда на север. Почему для римлян было жизненно важно эта река? Потому что она вела, по сути дела, от Альп в сердце Европы, Голландия, Бельгия и туда на север. Поэтому, когда нам показывают карту, что Галлия и Галлы и Кельки разделялись между собой некую условную реку Рейн, это неправда, это все ерунда, это условно. Кто владеет рекой, тот владеет территориями. И это очень важно. Поэтому римлянам кровь из носа нужно было владеть этой рекой. И они делали все возможностью, чтобы оттеснить местных жителей за Рейн и владеть этими землями. Так, возвращаясь к освоению захвата Британии. Таким образом, потихонечку через Рейн и через прибрежные территории римляне, 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 геонеры дошли вот до территории современной Бельгии и Голландии. Буквально недавно недалеко от Амстердама было сделано археологическое открытие, раскопана крепость форт, какой-то там то ли чугун, то ли какая-то бутылка указывала на то, что она принадлежит периоду, когда здесь был император Клавдий. И ученые-археологи посчитали, что это был именно тот самый форт, повторюсь, недалеко от Амстердама, с которого и отправлялись римские легионеры, переправлялись на территорию Британии. Вот, то есть можно сказать, что Голландия была вот тем опорным пунктом, в том числе, из которой, из территории ближе к Амстердаму, происходило завоевание британского острова. Ну, а также бретонский полуостров во Франции, который тоже выступает, но там несколько другие климатические условия и, соответственно, другие возможности. Надеюсь, я ответила на вопрос. Лен. Я думаю, да, Оля. Хорошо, благодарю. Оля, еще есть вопросы. Один от ответного мошенника. Как давно вы занимаетесь поисками славян в Европе? постараюсь коротко ответить на этот вопрос. Я этой темой занимаюсь уже вот пошел восьмой год. Я уже говорила, что изначально меня увлекла идея общности голландского и славянского языков, не русского, это очень принципиально важно, именно славянского, потому что очень много аналогий из голландского языка я находила в других славянских языках, польском, белорусском, украинском, болгарском, сербском, то есть именно славянская общность языков. И в какой-то момент, когда уже для меня все было очевидно, что у этих языков общие корни, мне стала интересна топонимика. Думаю, ну если были общий язык, то названия топонимов должны где-то совпадать. Таким образом, я вышла на город Утрехт, который оказался, назывался ранее городом Вилтенбергом и назван был в честь Вилтов. Когда я копать начала дальше, оказалось, что Вилты это одно из славянских племен и соответственно славяне жили на территории Голландии. Потянула клубочек дальше, стала выяснять, как они оказались в Голландии. Получалось по хроникам, что они прибыли в Голландию не с востока, а с запада, из Британии и заселили большие территории. Потом потянулась ниточка дальше. Оказалось, что было построено значительно большее количество городов. Эти территории были зателены значительно в большей степени. Практически все побережье Атлантического океана, включая Северную Францию и до Ньютландии. Но мы вышли потом, я вышла на Скифов Северного моря. Была потрясена история славян в Британии. Ну и потихонечку вышла на короля Артура. Ну вот восемь лет тягая то одну ниточку, то другую, стоя в центре понимания и знания о том, что вы на этих территориях жили славяне, получается открываются невероятные просторы, возможности и знания. И я надеюсь в ближайшее время заняться рутенами русами Бельгии. Об этом тоже есть очень много материала. И опять же спасибо соратникам, которые помогают, с которыми можно посоветоваться обговорить ту или иную тему. Так что работа идёт. Присоединяйтесь, друзья. Лена. Да, благодарю, Оля. Вопрос от Матроны. Как часто вам приходится сталкиваться с историческим подлогом? Ой, очень часто. Вот настолько часто, что это просто вот прям в негодование приводит. я в общем-то из раза раз из беседы в беседу так одно или другое такое несоответствие вспоминаю, говорю, рассказываю. Ну вот для примера вот такая принятие. Тут очень важный момент, что чем более поздний историк или хронограф или писатель историй, тем меньше в нем информация о славянах. То есть если мы говорим про, допустим, фрискового историка Геррика Бенинга, у него достаточно подробное описание, как появились славяне во Фризе. Еще Петр Суфрид пытается об этом что-то говорить, но уже в меньшей степени выкидывая некоторую информацию. Следующий историк, вот на тот же Матеус Мальганг, который я цитировала, автор хроники Зеландии, описывая происхождение фризов, цитирует того же самого Петра Суфрида, но почему-то цитирует его не всего, рассказывает о фризах, якобы произошедших от некого вождя фриза, фризо, но ничего уже не поминает о славянах Сальбиона. То есть потихонечку из раза в раз информация вынимается, вынимается, и в итоге получается какая-то непонятка. Более поздние авторы что-то где-то слышали и даже упоминают иногда, но уже начинается так, возможно, это было, но нет доказательств, но не доказательств нет, потому что их просто вытащили из хроник. Но чтобы не быть голословной, я встретилась на просторах интернета с таким интересным английским изданием 1699 год. Название говорит само за себя. Исторические работы ученых или беспристрастные отчеты о книгах, недавно напечатанных во всех частях Европы, с особым отношением к состоянию обучения в каждой стране. То есть очень солидное название. То есть это получается такого своего рода учебник 1699 года, в котором должны были быть собраны достижения историков тех лет по разным странам. Такий альманах. И мы здесь встречаемся опять как бы с цитатой или выжимком краткое изложение того же самого Петра Суфрида Леовардийского, на тот момент самого значительного голландского фризского историка. И вот там я прям четко говорю, страница 78 по 84 выжимки из книги Петра Суфрида о древности Фризии. Так вот о беспристрастности вообще нет никакой речи. Это вот очередное навешивание лапши на уши. На эту книгу должны были опираться последующие поколения историков, но повторяюсь, это уже была ложная информация. Вот там также отсутствует эпизод, описанный Суфридом о посещении фресландских земель людьми, которые назывались славянами. То есть книгу цитируют, цитируют всё из книги Петра Суфрида, но именно кусок славяных почему-то опускают. Ну какая беспристрастность. Иначе как заговор западных историков я это назвать не могу. Это только тот пример, который могу привести сейчас конкретно. Их на самом деле очень-очень много. Лен, я хотела показать несколько картинок, я обещала, потому что это действительно очень интересно. Оно и входит в эту тему, и не входит. Есть очень много материальных предметов, которые говорят о том, что у нас общая история. И эти предметы тоже потихонечку изымаются из нашего и Голланд... Ну в первую очередь из голландского быта. Вот перед вами изображение коньков, которые бытовали в Голландии еще в середине 50-х годов прошлого века. То есть если вы посмотрите, в принципе, то же самое, что и у нас. Коньки, лебеди, солнышко, дерево жизни, то есть все то же самое. Но сейчас вы этого ничего не найдете. Максимум лебеди. Но уже лебеди не ассоциируются ни с какими старинными языческими традициями. Просто лебеди все. Вот здесь вот интересное изображение. Это Петрогодев в Карелии. Вот то же самое дерево, буквально точно так же, как изображено на коньке голландской избушки. Или вот, пожалуйста, это наше уже изображение, того же солнышка, которое я только что вам показывала на картинке из голландской книжки. То есть у нас материальная культура тоже была очень схожа. Голландцы обожают блины. Вот просто обожают. У них были когда-то блинные дни. Были даже блинные харчевни, где только готовили блины. Вы не поверите, несмотря на то, что голландский и славянский костюм совершенно разный, вышивка одинаковая. Вот я сейчас не приведу пример. Если мы возьмем вышивку, окантовку женских нарядов и платьев, она точно такая, с такими же символами, как вышивали женщины свои рубахи в славянских странах. То есть я считаю, что здесь тоже убирание вот этих материальных ценностей и прививание неких глобалистических идей и идей миропорядка, оно тоже нас удаляет от нашего прошлого, от нашей истории. Лена. Да, Оля, совершенно верно. К сожалению, это все. Да, но у нас еще один вопрос, Оля, и реплика. От Чеширского кота вопрос. Как вы относитесь к тем датам, которые приводите в своих текстах? Насколько им можно доверять? И что вы думаете о потерянном тысячелетии? Вы знаете, мне часто задают этот вопрос, очень часто, даже не со всеми соратниками, значит, здесь соглашаюсь, не все соратники соглашаются со мной, но тем не менее, я с доверием отношусь к приведенным мною датам, и я попробую объяснить, почему, потому что, повторюсь, опять же, этот вопрос задается часто, может быть, попробую поставить точку в неком недопонимание. Очень часто говорят о новой хронологии в этом контексте, вот я не сторонница новой хронологии, с уважением отношусь к работе ученых Фоменко и Носовского, но уже прошло какое-то время, была возможность сопоставить некоторые данные, уточнить, и очевидные есть несостыковки, натянутости, недостоверности, к сожалению, больше никто не подтвердил исследований этих ученых, поэтому пользоваться вот этой новой хронологией я бы не стала и не считаю это нужным. При этом, хочу сказать, эти люди были первыми, кто указал на откровенные исторические фальсификации, а первым быть, это очень тяжелый труд. Дальше, мне иногда говорят, о, вот, а как же потопы, там, вот 17-го, 18-го века, столько есть доказательств тому, но здесь тоже надо определиться, все-таки со временем, когда это было, в 17-м, 18-м веке, и какой век потеряли, и какое время потеряли, потому что, если мы говорим о литографиях, изображениях, допустим, Рима 17-го века, да, там откровенно засыпаны здания, вот, в 18-м веке изображения засыпанных зданий в других частях Европы, если мы говорим о России, о откопанных домах, то это, как правило, 19-й век, то есть, все-таки надо определиться со временем и степенью глобальности этого явления, было это одновременно, везде, поочередно, что являлось причиной, то есть, вопрос поднят, но как бы он совершенно не решен, поэтому говорить о том, что здесь происходило какое-то временное смещение, пока, значит, этот вопрос остается открытым. При этом я хочу сказать, что я совершенно не отрицаю откровенно чехарды в датировках, но связываю это с разными принятыми летоисчислениями по римскому католическому расу и по православному, так сказать, константинопольскому. Вот, вот это реальная беда, которая путает очень многие вещи, а разбежка там большая, кто от чего плясал, вот, но, опять же, здесь, зная некоторые закономерности и владея математикой, можно, как правило, выйти на более-менее достоверные даты. Я работаю с 80% случаев с западноевропейскими источниками, поэтому где-то делаю поправку на римско-католическую, летоисчисление, но и здесь тоже нужно быть чрезвычайно внимательным в силу того, что, например, Нэний дает в своей книге летоисчисления, которые, как ни странно, хотя это британский, католический монах и писатель, который ближе всего как раз к константинопольскому летоисчислению. Вот, то есть, опять же, кто от чего плясал, но это в первую очередь связано с летоисчислением, это надо быть очень внимательным и аккуратным. Я до сих пор не находила в хрониках повода, в общем-то, сомневаться в логичности датировок. Есть безусловные отличия на 2, 3, 10 лет, но они, как правило, входят в определенные столетия. Вот, как я говорила, Нэний говорил о хингисте, который прибыл в 447 году, а гаутская хроника говорила про 441 год. Здесь есть безусловные разночтения. Есть маленький нюанс, когда мы говорим об истории, это время линейно. То есть, мы говорим о некой линейке времени, и если предположить, что все-таки какие-то сдвиги были, и дополнительные исследования это докажут, то в этой системе в принципе будет несложно передвинуть даты по линейке времени для уточнения. Опять же, этим надо заниматься, но никто помимо Багнут, кроме Фомин Коносовского, этим не занимались. Но этого мало. Должны быть повторные или дополнительные исследования. Последнее, что бы мне очень хотелось сказать, это очень важно. Я работаю исключительно с текстовым материалом, и даты в моих случаях важны очень, но второстепенно по отношению к совершенно новому и не исследованию моему ранним материалу. Для меня важно раскрыть тему, раскрыть источники, сделать перевод этих источников, дать возможность другим исследователям и любителям познакомиться с этими источниками, вскрыть эту тему, популяризировать эту тему. А если она будет подхвачена другими исследователями, то, я думаю, с датами там уже разберутся, умные люди разберутся. Пока же я все-таки буду придерживаться дат из хроник, чтобы окончательно не исказить и не запутать историю, иначе будет вообще винегрет. А что касается выпавшего тысячелетия, вы знаете, сначала, да, у меня тоже были какие-то подозрения по этому поводу, но работой с доступными документами я не заметила умыкания целого тысячелетия. Да, есть проблемы с датировками, я об этом только что говорила, но они, как правило, укладываются в рамки одного столетия. Вы знаете, можно говорить об умолчании в исторической науке, это есть. То есть не говорится о какой-то дате или о каком-то промежутке времени, потому что сознательно умалчивается некое событие. Ну, или это событие занижается по значимости, по статусности. Вот, для примера вам приведу археологи, категорически не признают голландские археологи присутствие славян в Утрихте Вилтенберге. И посему у них отсутствует археологический слой 4-6 веков в этом городе. То есть первый, второй есть, когда там были якобы римляне. И пятый есть, когда там появилась римская, ну, чуть позже там, Франки. простите, 5-6-7. А вот там 3-4-5 веков не обнаружено. То есть франье есть, но оно другого уровня. Вот как-то так, Лена. Да, благодарю, Оля, за такое. Можно я еще дополню? Да, конечно. Я надеюсь. Я, наверное, сейчас скажу очень интересную вещь, которую раньше еще никто не озвучивал, но вот на славянском радио будет премьера. Насчет потерянного тысячелетия. Я думаю, что во многом это связано с теми плитами или датами, которые в последнее время, ну, они существуют, которые люди приводят в пример того, что целое тысячелетие потеряно. Вот одна из плит, и мы здесь видим, что человек похоронен 17 сентября, и вместо тысячи написана какая-то закорючка в виде буквы Ей. Ей, 642 год. При этом мы видим, что в цифре 17 единица четко просматривается. То есть цифру 1 знали. Почему поставили вот эту закорючку? Я считаю, что Ей это первая буква слова Яр. В немецких языках год это Яр и начинается с буквы Е. В английском тоже это буква Е. То есть написано 17 сентября год 642. Но подождите, не торопитесь сделать выводы. В этой же церкви такая же плита, практически с такой же датой, тоже сентябрь, но 1649 года. И здесь единичка прописана четко. То есть когда я вот это увидела, однажды я видела в одной из церквей одну плиту, на котором было выгравировано и вариант с Ей, и вариант с Единичкой. То есть я задалась вопросом, ну какая-то ерунда, несостыковка, то есть или было тысячелетие, или его все-таки не было. И когда я стала над этим думать, то пришла вот к такому интересному выводу, если будет желание, я готова подискутировать на эту тему, это только предположение, но мне кажется, оно очень адекватное. То есть в данном случае вот эта закорючечка Ей или Яр это современный апостроф, то есть люди и так знали, что это тысячный год, и вот как в этом варианте я нашла единственную такую более-менее подходящую картинку, чтобы не писать год, ставили апостроф, мы говорим там 17-е, 27-е, 14-е, то есть понимаем, что это или 1914-й год, или 2014-й год. Ставим апостроф, тем самым нам понятно, о чем идет речь. Я предполагаю, что средневековые или позднесредневековые гравюры, наверное, так правильно сказать, в одних случаях ставили единичку, а в других вместо единички было понятно, что это тысячный год, но подразумевали, что это Яр, год, и поэтому ставили вот такую буковку. Поэтому основание считать, что тысячелетие было потеряно, у меня как бы ушло, потому что я для себя нашла объяснение вот этому странному явлению, как буковка е в начале какого-то года, цифры. Но опять же, повторюсь, смотрите, две одинаковые даты и написаны разным образом, то есть здесь тысячи не потеряно. Ну, надеюсь, вот моя версия была интересна для наших слушателей. Лена. Да, Оля, версия действительно интересная и разумная. Я, например, могу с тобой согласиться, что возможно это именно так и было. Оля, у нас еще одна реплика в эфир, написала ее Светлана с такой богатой историей наших недавних предков превратили в крепостных. Ну, вот такая реплика. Лен, прости, не расслышала в конце. А, не расслышала, да? С такой богатой историей наших недавних предков превратили в крепостных. А, вот в таком контексте. да. Ну, да, да, ну, да. Оставлю без комментариев, но я понимаю, что имелось в виду. Да, спасибо большое. Так, ну что ж, Оля, это была последняя реплика из чата. Вопросов больше нет. Я напоминаю нашим слушателям, что сегодня мы вели разговор по теме «Мы знаем, кем был король Артур?» Сказитель Ольга Семенова «Роттердам». Ну, и по традиции, Оля, я тебе предлагаю сказать нашим слушателям несколько добрых слов. Спасибо, Лена, но я воспользуюсь возможностью и в этот раз скажу не добрые слова, а озвучу свою просьбу. Друзья, очень интересная, необычная, новая и на самом деле очень серьёзная. я работаю с ней, повторюсь, восемь лет, что она не вызывает интереса у YouTube канала и у поисковых систем. Я думаю, это связано отчасти с тем, что её просто блокируют. Я сталкивалась не раз с этой ситуацией, вот даже последний сегодня момент набирала сага о фризах, чтобы попробовать найти её, и её не выдавали, к сожалению, поисковики. То есть складывается ощущение, что информацию где-то банят. Это не просто как-то из головы выдумано, у меня есть соратники, которые тоже давали мне понять, которые пытаются помочь, мне подсказать, распространить информацию, что она не идёт в связи с тем, что есть какие-то препоны. Поэтому если вам, друзья, информация запала, если она оказалась вам интересной, пожалуйста, лайки, это всё замечательно, не поленитесь, пошлите эту беседу, ролик своим друзьям, поделитесь, согласны вы, не согласны с этой темой, но в конце концов, это повод для обсуждения, для беседы с другом. Поделитесь ею, попробуйте рассказать как можно большему количеству людей о новых находках в исторической науке. Возможно, вместе мы силой и сможем сдвинуть вот эту историческую непроходимую глупость, глыбу с места и всё-таки найти и раскрыть истинную историю наших предков. Лена. Да, Оля, согласна с тобой, я присоединяюсь к твоей просьбе также. Я, например, всегда отправляю эфиры с тобой своим друзьям, знакомых, выставляю в своих соцсетях, вот потому что я считаю, что эту информацию должны знать все. Да, спасибо. Кто интересуется, не интересуется историей, просто все. Ну что ж, я благодарю тебя, Ольга, за очень интересный сегодняшний эфир и, конечно же, за ответы на многочисленные сегодняшние вопросы. Я напоминаю, что сегодня 21 января 2022 года, четверг, тема сегодняшнего живого эфира была «Мы знаем, кем был король Артур», сказитель Ольга Семенова «Роттердам». Уважаемые слушатели и зрители, наша передача подошла к концу. Я благодарю Алексея Щербакова, который нас очень хорошо выручал сегодня, но он, конечно же, трудился за пультом, и Светлану Большакову, которая принимала ваши вопросы, реплики и следила за порядком в чате. Я также от всей души благодарю наших уважаемых слушателей. Были очень интересные сегодня вопросы, присылайте, пожалуйста, и реплики, конечно же. Передачу вела Елена Левина. Я всем желаю добра, любознательности, освоения новых вершин познания нашего прошлого. Ну и вместе сделаем мы мир лучше. Быть добру! Народное славянское радио для пытливых умов Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин